Об интересном семейном досуге вы сможете узнать из онлайн-марафона «100 идей для счастливых семей». Все подробности о нём узнаем из первых уст. С нами на связи председатель комитета молодёжной политики Департамента по спорту и молодёжной политике города Тюмени Алексей Краев. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Онлайн-марафон «100 идей для счастливых семей» звучит красиво и заманчиво, но хочется понять, кого этот марафон объединит? Ну, марафон объединит в первую очередь тюменские семьи, но поскольку он будет транслироваться в интернете, понятно, что к нам присоединятся коллеги из разных городов, это происходит традиционно. И в рамках нашего мероприятия очень хочется рассказать о отдельных кейсах, отдельных семей, которые действительно либо уникально, либо просто очень интересно проводят свой досуг, в том числе с поправкой на те условия, в которых мы сегодня все с вами оказались. Это их отличные ограничительные мероприятия. Но есть кейсы, где действительно у людей получается здорово. Мы их подобрали для всех зрителей нашего марафона, для всех его участников, поэтому мы поделимся такими самыми интересными наработками не только тюменских семей. Ну а кто будет делиться идеями и кто выступит в качестве спикера? Я все секреты открывать не буду, приведу несколько примеров. Это наши друзья, коллеги из Совета отцов Тюменской области, представители отдельных семей, которые не являются какими-то общественными организациями, какими-то специальными лидерами общественного мнения, но те люди, у которых есть хобби, которые могут быть заимствованы, которые могут хамплироваться, в частности, это и тюменские туристы, это тюменцы, которые занимаются изготовлением и организацией настольных игр, это тюменские семьи, которые придумали, как сделать это настолько интересным и семейным использованием сети интернет, поэтому эти люди будут достаточно интересны. Ну и просто для примера, о каких идеях может пойти речь? Будут идеи о организации семейных, домашних, настольных и других форм игр. То есть у нас будут спикеры, которые сами придумывают игры, которые умеют в них интересно играть, и те, которые могут поделиться этими навыками с этими желающими. Будут идеи, связанные с то, что сегодня принято называть внутренним туризмом или туризмом где-то рядом с семенью, и люди, которые поделятся, а как его сделать совсем другим и интересным. Поэтому вряд ли будут разные. Ну а какие семьи вы бы пригласили к участию в первую очередь? Я бы на самом деле вообще не ограничивал какую-то категорию семей. Думаю, что полезно будет абсолютно всем. Мне прямо, честно, очень сложно выбрать кого-то отдельного, поэтому всем от мала до велика. И мы очень ждем, в том числе и бабушек, и дедушек, потому что у них будет тоже отдельное предложение. Поэтому приходите, участвуйте в эфире. Будем всем очень рады. Ну а чему вы планируете их научить? И будет ли какая-то обратная связь? Да. Во-первых, в рамках самого прямого эфира у его зрителей будет возможность задать вопросы. Во-вторых, мы поделимся ссылками на ряд очень полезных ресурсов, где эти кейсы выложены публично, либо где представлены технологии для аргументации семейного досуга. 100% научим всех, как организовать досуг в режиме самоизоляции. То есть как сделать так, чтобы дома, когда мы находимся уже несколько, за определенное время дома достаточно продолжительное, чтобы нам не стало скучно, чем можно разнообразить свой досуг, свой быт. Ну и, конечно, поделимся тем, как это называть досуг, на какой-то дворовой площадке, на даче, там, где сегодня разрешено. Ну и, пожалуй, самый главный вопрос. Как стать участником марафона и где можно найти подробную информацию о нем? Все очень просто. Марафон проводим совместно с точки кипения. Это пространство, где кипят креативные идеи нашего города и которые представлены, в том числе, в социальных сетях. Мы будем делать эфир в аккаунте тюменской точки кипения в сети Инстаграм. Поэтому 26 числа в час дня у нас 30 старт проекта. Зарегистрироваться на проект можно, на мероприятие можно на сайте лидер.айд, есть такой сайт. Ну, либо забейте тюменское точное кипение, и вы, конечно, найдете новость о проекте, зарегистрируйтесь, и мы встретимся с вами 26 июня. Ну что ж, Алексей, спасибо вам большое. Я думаю, теперь тюменским семьям будет чем заняться на самоизоляции.